Я на правах хозяина, попробую без микрофона по привычке начать. Скажу, как обычно, несколько вводных слов. Во-первых, раз, 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 микрофон лучше. Хорошо. Мы привыкли во многом следовать идеям наших гостей. Я только пока не забыл сразу призываю выключить звук на мобильниках, потому что в нашем небольшом помещении его особенно хорошо слышно. И в двух словах хотел рассказать об этом месте, потому что, несмотря на то, что сегодняшнее наше мероприятие, ну так, ориентировочно 130-е, в ряду таких культурных событий, которые мы в этом магазине делаем, но у нас, несмотря на то, что двух похожих, наверное, не было ни разу, но сегодня оно особенно необычное. И поэтому в двух словах мне, наверное, для тех людей, которые здесь впервые, нужно сказать о том, как у нас это проходит обычно и как сегодня, наверное, не получится. Будет совсем по-другому. Так вот, ну, во-первых, немножко о месте, где вы находитесь. Магазин «Дон культуры» мы задумывали как воспоминание такое о горбушке, которая недалеко. Даже вот там сзади довольно-таки глубоко утопленный есть памятник Ленину, по поводу которого мы довольно долго спорили все время. Мы в итоге решили все-таки его так скромно поставить. И мне, например, и думаю, многим здесь присутствующим напоминает он о том, как когда-то на старой горбушке мы встречались для того, чтобы просто поговорить с хорошими людьми. Вот эта идея, она здесь воплощена или мы пытаемся ее воплотить? И второй вопрос, который часто возникает у моих друзей, вообще-то надо ли кому-то вот сейчас торговать музыкой на физических носителях? Вот мы свято верим, что музыка, да, она несколько на физических носителях приобрела несколько другой смысл. Смысл — это скорее сувенирная продукция. Я сейчас и говорю, как один из соучредителей лейбла «Геометрия», мы всегда и достаточно давно думали, что издавать нужно исключительно так, чтобы диск или DVD было не просто приятно воткнуть в последующий аппарат, а приятно иметь в коллекции, поддержать, подарить другу и так далее. Так вот, я думаю, что такая музыка, она никогда не умрет, вот коррекционерам все равно нужно место, где собираться, и с закрытием союзов с еще подобными тенденциями мы, надеюсь, будем лучшим магазином в этой области в Москве. Это я себя похвалил немножко. Теперь о, так сказать, формате мероприятия. Понятно, что в кавычках ни в какие форматы это не вписывается, хотя мне пришла интересная мысль, что сегодня то, что происходит, можно, ну, совсем не повысится фразой описать, беседы на струнных кухнях, танцы на пьяных столах. То есть вот ровно по этому сценарию предполагается все и проводить. То есть сначала будут у нас такие беседы, и, правда, сопровождаемые видео, но здесь Александр Куснин скажет поподробнее про это, а потом предполагается вот на самом деле, чтобы мне неожиданно, тут вот столы специально приготовленные, чтобы на них устраивать танцы, а между ними, между этими мероприятиями, наш традиционный самовар с водкой, что, наверное, можно скромно сказать, что как-то Курехину могло понравиться. Хотя мы, конечно, когда придумывали этот самовар с водкой, думали, это такая иллюзия на чайник вина, но думаю, что само по себе это будет в тело. Ну вот с этими словами я с удовольствием передаю микрофон модератору, ведущему нашей сегодняшней встречи Александру Кушниру. Всем привет! Все, кто участвовали в организации сегодняшнего действия, вот все утро звонили и говорили, мы очень волнуемся. Я говорю, не надо волноваться, потому что мы это все делаем в кайф, мы это делаем исключительно для себя и для вас, поэтому повода для волнения нет и хочется верить, что мы очень дешевно пообщаемся. Вот эта подмеханика, которая сейчас будет происходить, в отличие от питерской подмеханики, Курехинской, она будет... Алло, алло, можно, чтобы микрофон нормально работал? Или у нас как на руке? Раз. А не работает у нас? Раз, раз. Вот это не работает. Там батарейки, наверное, могут поменяться. Если у нас все будет хорошо, это будет не подмеханика. Вот, смотрите, у нас будет два отделения. Во втором отделении будет концерт, концерт-сюрприз для вас, что вы пришли, там, забили на дачи, на огороды, там, на жен, на мужей. Вот. А первое отделение, ну, формально мы его так тупо по-советски назвали «Круглый стол». Звук будет прыгать, то громче, то тише, привыкайте, это особенности акустики. Лучшего рок-н-роллевого магазина Москвы. Вот. И я, конечно же, начну с того, что представлю вот этих вот, я не знаю, как их назвать, эльфы, космонавтов, которые вместе со мной, я такой же в скафандре. Справа от меня Юрий Сопрыкин, ни в каких рекомендациях не нуждаясь, а подлопайте его человечество. Среди трех богатырей вместо Ильи Амуромса занимает, наверное, один из самых ярких, фееричных саксофонистов этой страны Сергей Летов. Только-только вернувшийся из Питера и прошедший полосу судов и всяких таких испытаний, в общем, мой любимый медфизический брат, отец, не знаю кто, Артем Кивыч Троевский. И у меня очень неожиданная просьба, давайте мы похлопаем вам. 9 июля, 15 лет назад, умер Сергей Курехин, и мы сочли возможность у этого повода поговорить о нем. Есть мнение, что кто-то считает, что о нем позабыли, это я, кто-то считает, что о нем не позабыли, это Троицкий. Но, собственно, повод есть. И меня попросили сказать, что сейчас нас смотрит очень большое количество людей в прямой онлайн-трансляции на весь постсоветский интернет. Вот я это говорю, и теперь мы можем все обязательства перед спонсорами мы выполнили, переходить в свободное плавание. У меня только один вопрос, хорошо слышно? Да. Значит, у нас, мы по последнему слову техники, у нас у каждого есть микрофон, скоро нам починят четвертый, и можно будет сказать, что так оно и есть. Вот, и поэтому надеюсь, что слышно будет хорошо. И первый вопрос, который мы хотим обсудить, он довольно попсовый, но вы меня поймете. Наверное, я спрошу сейчас и у Артема, и у Сергея, и у Юры Сопрыкина. Вот самое яркое впечатление от Курехина, вот какой он остался перед глазами? Эпизод, случай, концерт, эфир, студия, фраза? То есть вот Курехин глазами 2011 года, Сережа, наверное, сякок с ветераном подмеханики. Ну, это очень много в жизни, мне сложно выбрать какой-то очень специальный момент. Я могу, может быть, не к месту, выбрать вариант Курехин в обычной какой-то, в личной жизни. Вот однажды я приехал в Петербург, был у Саши Кондрашкина в гостях, и ко мне вдруг в гости наехал с Портвейном Виктор Сологуб, Булучевский, сексофонист, поп-механики Сергей Курехин. Они привезли его к корюшку, вот, и Портвейна. И я когда посмотрел на эту корюшку и сказал, что это за кейка? Курехин сказал, за это морду бьют. Вот это мы вспоминаем. Раз, раз, два, три, четыре. Ну, я решил серьезно отместись к первому вопросу. Вот, и честно, вот, пока Лето рассказывал про Портвейную корюшку, кстати, я хочу сказать, что Курехин не был пьяницей, то есть тут уже что-то и про вот, как говорили, теперь Портвейн. Курехин бухал гораздо меньше, чем практически все окружавшие его люди. Могу сказать абсолютно точно. Значит, я подумал, в какой связи я чаще всего вспоминаю о Курехине, на самом деле это воспоминание которого не было. Потому что чаще всего я вспоминаю о Курехине в связи с его смертью. А главное в связи с тем, что перед смертью мы с ним не помирились. И вот этот факт, он меня ужасно мучает. Он меня мучает всегда. Я очень часто об этом вспоминаю. В том числе и выполняю обыденные жизни. То есть, ну, я не буду рассказывать долгую историю. Но дело в том, что мы с ним были близкими друзьями. А потом, в силу того, что его повело там на каких-то политических придуроков, нацболы там какие-то, конспирологи, Дугин, Лимонов, в общем, такие люди, которые, я всегда ищу там музыками, вот. И Курехина, я уже не знаю, с какой стати, вот он вот с ними вдруг очень страстно стал дружить. Что меня очень огорчило, очень шокировало. У нас с ним тут же началась какая-то пикировка. Но пикировка как бы не личная такая. Потому что он был в Питере, я был в Москве. Последняя наша очная встреча, как мне странно, вообще была в телеэфире. Программа даже имеется. Он был у меня в программе «Кафе обломов». Мы там снимать лично, провели время. Вот. А потом вот пошла вот вся эта фигня. Вот. И что-то там я про него плохо говорил. В прессе на радиотелевидении что-то он про меня плохо говорил. И, в общем, все это было крайне неприятно, муторно. Вот. А потом он вдруг взял и очень быстро умер. То есть я даже как-то, я помниться, не успел. Вот опаньки. То есть первый звонок, что он лежит, ему плохо там и так далее. А второй звонок. Знаю, что он умер. Вот. И тут вот уже очень плохо. Ну, не в этом смысле, а в моральном смысле. Стало мне. Мне стало очень плохо, что вот он вот умер, и вот вся вот эта наша с ним история осталась какой-то неприятной, неразрешенной и так далее. И после этого вот это стало для меня уроком на всю жизнь. То есть я решил, что с близкими друзьями и когда в жизни по политическим этим мудацким мотивациям я ссоюсь и не буду. Вот. И хотя иногда мне довольно сложно выдерживать этот принцип, но я всегда вспоминаю про Курехина. Вот. И как бы прикрываю рот и не говорю, может быть, то, что уж не хочется, потому что есть вещи, конечно, более важные, чем какие-то вот эти, значит, предстрастия в области идеологии общественной жизни. Ну, ясно, ясно, ясно доверял, что Артем Кривыч задаст серьезную тональность, и он, собственно, идет те слова, да. Я вообще-то чувствую себя самозванцем, потому что я с Курехом не был знаком совершенно. И присутствую здесь на правах, ну, фаната, что ли, такого же, как вы. Поэтому все, что имеется вспомнить, это, в общем, музыка, клавиши на альбоме Табу, поп-механика 408. Это, пожалуй, самое сильное впечатление. И самое вот то, что сейчас мне вспомнилось, как говорили Сергей и Артем, это совершенно удивительный концерт, который показывали когда-то вот в пересторочные годы в центральном телеэфиле. Это был какой-то фестиваль во Франции, в котором принимал участие делавший тогда международную карьеру Борис Гребенщиков. Вот, а наряду с ним там выступала группа Юлидмикс, Питер Гребенщиков, в общем, такой поп-эстеблишерный большой, который как-то вот Гребенщиков как-то любовно принимал свои ряды. Вот, каким-то странным образом Гребенщиков выступал в дуэте с Курехером. Ну и вот, соответственно, выступают просто, так сказать, на невероятном уровне профессионализма все вот эти мэтры и гранды. Дальше выходит Борис Борисович, под гитару забивает какую-то нежную песню, и тут вдруг поперек всего, куда-то не в тон, не в лад, совершенно дичайшим образом, все это начинают перекрывать курехинские клавиши. По-моему, минут песни три они в этом режиме выдержали. Это был совершенно удивительный, уникальный перформанс, которого вот, я думаю, вот подобного рода фестивали высокобюджетной популярной музыки ни до, ни после не видели. Вот, я сидел с открытым ртом, просто не понимал, что происходит, как, вероятно, и жители всей Европы в тот момент. Вот, но это было, конечно, безмерно круто, и то, что делал Курехин во многих проявлениях и в разные годы, вот в этом сюжете как-то запечатлилось. Идти поперек, выломаться из контекста и как-то весело плясать на каких-то устоявшихся, так сказать, структурах, которые его пытаются вписать. Извините, Юр, это был концерт под открытым небом в центре города Парижа при большом скоплении народа. Отлично. Это был концерт, посвященный героической российской молодежи. Значит, дело было в начале сентября 91-го года. То есть после вот этого Бучча, после Белого дома и так далее. Значит, я вел этот же концерт, кстати говоря. Питера Габриэла там не было, там был Дэвид Боуэль зато. Там вот, ну, то есть концерт был очень, да, концерт был очень хороший, да. Да, я помню, я после этого, после выступления... Что там произошло-то? Нет, там на самом деле, значит, поскольку у Гребенщиков в то время группы не было, он действительно активно делал международную карьеру, соответственно, группу Аквариум отправил в отставку, хоть западной группы у него не было. Вот, тем не менее, Борис Гребенщиков, как бы это бренд был в то время. Вот, ну и Курюхин тоже был бренд. И когда надо было срочно, буквально там за два дня собраться и уехать, то нужны были люди. Во-первых, здесь вы еще не мультивизами, вот, ну а мы все такие были ребята, большие путешественники. Вот, ну и чтобы... Были люди известные. И, соответственно, значит, подбил я Гребенщикова и Курюхина. И они выступали, кстати, с таким дуэтом чуть ли не единственный раз в жизни. Вот. Я плохо помню выступление. То есть я так думаю, что ты о нем рассказал гораздо лучше, чем я мог о нем рассказать. Потому что я был за кулисами, и там у меня была куча всяких оргвопросов. Но я запомнил только самое начало. То есть я их представил, о них рассказал, об этих ребятах. Значит, после чего, значит, пока я уходил со сцены, значит, Гребенщиков стал находитесь на нем в хорошем английском языке говорить. И почему-то он сказал «факта революция», то есть типа, что не нравится нам революция. На самом деле я наоборот считал, что то, что произошло в Москве 19-21 августа 91-го года, для меня это была революция как раз. То есть я считаю, что, во-первых, это была лучшая вечеринка в Москве за всю мою жизнь. Она, правда, стоила жизни трех людям, но если подумать, сколько народу гибнет вообще на вечеринках, то можно считать это в пределах статистической погрешности. Но рейв был просто исключительно, ничего лучше не было ни до, ни после. Гагарин партии, которую мы потом устраивали, конечно, это уже не шло ни в какое сравнение с парикадами вокруг Белого дома в 91-м году. А Боря вдруг что-то стал говорить, что дало революцию, там что-то такое. В общем, как-то по-дурацки высказался. Вот что, в общем-то, ему и все свойства. А что сделать, чтобы микрофон не было слышно? Я могу танцевать. Раз. Все, спасибо. Танцевать не надо. Все испугались. У меня вопрос. Мы можем вот сейчас, чтобы не слушать там, как я там с Курикиным, мы готовы показывать фрагменты? Нет. Вот люди? Не готовы? То есть вот то, что здесь, это мимикрия, и этого не будет. Правильно? Пока нет. Пока нет. Ладно. Я просто косил от армии под Москвой, увидел в 87-м году музыкальный ринг, увидел, как Курюхин в одиночку, слева от него какой-то неопознанный летающий объект в белом чалмане был с саксофоном. Вот. Фактически, как они в одиночку сделали весь зал, состоявший из переодетных КГБшников, психологов и прочих мудаков, которых Максимова приголосила. Вот. И как он в одиночку их всех сделал, я охуел в него, влюбился, и эта любовь пронесла. Собственно, и все. Значит, я буду надеяться, что нам повезет. И вот то, что у нас за спиной, как в сельском клубе, заработает в какой-то момент, а пока суть до дела, и идут там мучительные перебросы с одного формата в другой формат, я брал какое-то количество интервью в жизни вот у этих людей, с которыми я общался, и Тройский свое самое сильное, самое мощное, самое блестящее интервью дал на Тиму Курюхина. Я помню, я за полтора часа даже как рот открыл, так я закрыть не смог. Вот. И я Артему, это было неважно, там год-два назад, я ему спросил, почему сейчас таких людей нет, как Курюхин, то есть куда это вообще все делось. И Артем начал с фразы, что Курюхин одним щелчком пальцев выстраивал всю сборную ленинградского рок-клуба в шеренгу. Вот. И как бы он был модный, актуальный и умел повелевать народами. Вот я еще раз такой ремейк задам этот вопрос, вот почему, вот куда это все делось. В Питере, в Москве, вот почему 15 лет не нашлось ни одного человека, который может такие подвиги мультимедийные совершать, как Курюхин. Пройдем. Ну тут, это очень простой вопрос на самом деле, даже особо и рассуждать. Не надо. Дело в том, что Курюхин был абсолютно отдельным, совершенно штучным человеком. Я второго такого не знаю. Я вот, по-моему, на этом недавнем у нас был эфир, да, на ТВ Дождь. Вот. Я вам сказал абсолютно честно, что если брать русских людей, то мне в жизни посчастливилось, как бы, близко подружить и знать двух реальных гений. Айн, свай, все. Больше никого. То есть один это Курюхин, второй это Башлачок. Вот. Ну или противоположные последующие. Вот эти два человека, которые на самом деле были совершенно, совершенно не из нашего теста слеплены. Вот. Такие люди рождаются раз там не в 10-15 лет, а в 100-200 лет. Вот, собственно, и ответ на этот вопрос. Разумеется, разумеется, не в Питере. То есть в Москве таких людей не было вообще. И вообще таких людей не было вообще. Питеру очень повезло, что на протяжении всех 80-х годов его, как паровозик, тянул Курюхин. То есть сейчас, естественно, могут говорить что угодно. Естественно, есть люди, которые и при жизни, и после смерти выросли в фигуры какого-то титанического масштаба. Ну, там, скажем, Цой, да, или Гребенщиков, Шевчук, Кинчик и так далее. Но для тех, кто знает, в общем, можешь сказать абсолютно точно, что все они были пешками в игре Курюхина. Курюхина. И Цой, и Гребенщиков, и Тимур Новиков, которого тоже там, из которого сейчас делают какого-то титана. То есть отлично был Тимурчик парень. Но опять же, Тимур был не более чем одним из инструментов оп-механики. А манипулятором всего этого дела был Курюхин. Я не думаю, что кто-то со мной из питерских, по крайней мере, людей, знающих людей, я даже не думаю, что кто-то станет спорить. Вот, естественно, фанаты Цоя скажут, что Ягазина последняя, и подадут на меня в суд. Но сам Цой это бы только подтвердил. Сереж, вот помнишь, что опять-таки в интервью, я буду все время с вами в интервью, рассказывал вообще, что происходило за полчаса, за пять минут до начала по-механике, когда никто еще толком не знает, что будет. Вот буквально несколько слов про эти плейлисты на картонных отрезках из-под сахара, про эти прыжки в высоту на подпольных Олимпийских играх. То есть, потому что многие хотят это узнать, а пока это не очень известно, поскольку в Москве больших кубмеханик, по большому счету, не было, а в Питере было до хера. Так, а можно мне включить микрофон? Курюхина, оставаясь в рамках поп-культуры, нельзя понять совершенно. Вот представьте, что находится в трех измерениях, а для этого оперирует только двумя измерениями, какой-то одной плоскостью. Вот поп-культура – это не какая-то пена, плоскость какая-то на каком-то объеме. Это может быть что-то, что видится на поверхности, но в нем отсутствует какая-либо глубина. И для Курюхина поп-культура – это было одним из измерений, тем, чем он свободно манипулировал, действительно. Но он никогда ей сам не принадлежал. Это не было ему даже по большому счету интересно. Это был для него один инструмент. Ну как, допустим, для него таким инструментом одним был клавишный инструмент, для него другим таким инструментом был оркестр поп-механика, третьим инструментом какие-то моды были. То есть это все были для него некоторые средства. И вся вот эта поп-сня, включая весь Ленинградский рок-клуб и все его рок-группы какие-то были, это были для него только инструменты. Вот в этом смысле они пешки. Но если находиться исключительно внутри поп-культуры, то да, это великие фигуры. Но вот Курюхин внутри этого не был. Он смотрел на это с очень большой иронией. Себя он вообще-то относил к музыкантам, я считаю, к серьезным музыкантам, потому что он называется музыкальным авангардом. И главное занятие это для него, это были как раз те импровизации на фортепиано, которыми он занимался. А потом он перерос это и занялся большим оркестром, проектом поп-механика, таким как бы мультимедийным проектом, в котором у него были тоже различные, но другие средства выражения, не такие как клавиши инструмента. А дальше он занялся следующим проектом, которым было вот политтехнологии. И это для него совершенно естественно, органично. Он переходил, как ему наскучило одно, он переходил к другому средству. Вот так это понимаю. Теперь, если так шире, глубже сказать о Курюхине, то всякое современное искусство, всякое современное искусство, оно это некая борьба с капиталом и шоу-бизнесом. Серьезное современное искусство. И если вот мы сошремся на французских философов, на Делезе, Бадрияре, Гватари, то капитал и шоу-бизнес строят таким образом, что любое явление, которое протестует против него, они включают в себя. То есть я имею в виду капитал и шоу-бизнес. Они поглощают это вот. Как ты не протестуй против, через некоторое время тебя тоже прилепят в бирку и начнут продавать, и ты становишься. Единственной формой реального сопротивления капиталу является безумие. Безумие и рационализм. Только делая абсолютно безумные, бессмысленные вещи, можно противостоять этому миру. Безумие нельзя продавать. Его нельзя никак рационализировать. Нельзя прилепить мерку, бирку и начать продавать. Поэтому все самые серьезные, совершенные явления в современном искусстве – это некая форма иррационализма и безумия. И поп-механика была такой формой, и группа ДК Сергея Жарикова была такой формой, и московский концептуализм с коллективными действиями, который продолжается и сейчас, в отличие от ДК и поп-механики. Это тоже такая игра с иррационализмом. И, если говорить, Курехин не был совершенным одиночкой. У Курехина были друзья, тот же Жариков в Москве, те же московские концептуалисты, Пригов, с которыми он общался и даже выступал вместе. Так что, с моей точки зрения, все это выглядит немножко не так. Теперь, что касается непосредственно, чем была поп-механика. Поп-механика была попыткой Курехина выйти за рамки инструмента. Вот чем кардинально поп-механика, как оркестр, отличалась от другого соперничающего с ним тогда оркестра, которым был оркестр Владимира Николаевича Чикасина? Это тем, что все оркестры существующие пишут для инструментов. Вот у нас есть скрипки, альты, виолончели в симфоническом оркестре. В рок-музыке есть гитары, бас-гитары, барабаны. В русском роке исключительно так обстоит дело. А как у Курехина? У Курехина для конкретных людей. У него неважно, сколько у него там гитар, сколько у него бас-гитар, сколько у него барабанщиков, и вообще, какие у него там инструменты. И даже и вообще, не инструменты, какие средства выражения. Для него важны быть индивидуальные люди. Он никогда не требовал от музыканта делать то, что он недостаточно хорошо знал, или не очень хорошо умел, или больше, чему у него душа не лежала. Он мог человека возбудить, попытавшись его этим испугать. Например, на одной из поп-механик он сообщил, что эта поп-механика будет подпольными Олимпийскими играми. Твоя задача, конкретно Сергей, прыгнуть не меньше, чем метр шестьдесят в высоту. Ты не говорил 2,30. Да? Нет, нет, нет. Но на сцене были действительно маты, поставили. Я стал говорить, Сергей, я вообще у меня толчковая нога другая, я с другой стороны. Хорошо, разбегайся. Я говорю, а сексофон можно положить? Нельзя. Все будут с инструментами прыгать. И я на самом деле этим самым он как бы смыл желание проявить себя, выйти на сцену покрасоваться. Он создал некую дискомфортную ситуацию внутри. Но эта ситуация, она смыла в человеке что-то наносное, что-то вот позерство какое-то. Да, я действительно был испуган. Вот сейчас надо прыгнуть. Я как-то навернусь там, опозорюсь перед всеми на сцене. Вот. И на самом деле прыгать не пришлось, но не в этом дело. Дело в том, что каждый раз это была вот какая-то такая вот игра. Ну и очень важное, вот я хотел бы сказать, что у меня в жизни очень острое переживание на сцене, вот когда я был готов умереть. Вот еще чуть-чуть, и сердце находится уже где-то в горле. Оно уже вот-вот-вот выпрыгнет, и еще секунда, и я умру. Губы, это уже фарш, я все искусал, прокусил, все в крови. Они во мне могли, вот до такого состояния меня на сцене доводили только два человека. Это мой брат Егор Летов и Сергей Куреков. Вот они могли, излучая какую-то очень солнечную, радостную, собственную энергию, так энергетически простимулировать всех присутствующих на сцене, что они будут, забудут о каких-то принципах самосохранения, о какой-либо музыкальности, о чем угодно. Они постараются перепрыгнуть выше головы, преодолеть все, что возможно. И на самом деле, после окончания концерта, вот это ощущение радости, праздника, такого катарсиса, оно сохранялось. И проходил час, два, три, и внутри все плакотало. У меня бывали случаи, когда концерт заканчивался, и мне надо было стремительно с баритон, саксофоном в одной руке, с бас-клорнетом и там тенором подмышкой в другой, стремительно бежать к метро, от метро на Ленинградский вокзал, вот, все это задыхаясь, потому что еще две-три минуты, и вот этот вот поезд, самый дешевый, на котором я ехал, он должен был уйти. Ну вот, я никогда не жалею об этом, ни о таких, ни о поездке на такси из Москвы в Петербург, потому что нужно было ехать, там полететь на поп-механику в Нант, а не было... Нелетный поезд? Да, не на том поезде я не мог успеть, вот, ночевать мне в Питере было негде, а я взял билет на самолет, а самолеты не летали, был туман, и я взял вот частенько и на такси, все, пусть этот туман со скоростью 120 километров посередине шоссе, Грюхин, когда услышал это, в Полково, сказал, молодец, так должен поступать каждый советский инженер. За что я люблю Сергея Летова, что он рассказывает очень интересно, а это не имеет никакого отношения к вопросу, который был заданным, поэтому, ну, в этом его и ценность. Слушай, давайте мы похлопаем просто вот, 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 с микрофоном повторю, какой был вопрос, что ты оценил, насколько круто это говорят. Сопрыкин, один из лучших журналистов в последние 15 лет, пишущий о современной и несовременной музыке, он сейчас там будет меня стебать и прочее, но я привык, Йорк, но тем не менее, вопрос тебе серьезный, я повторю тот же вопрос, на который Троицкий ответил точно, все-таки, почему вот десятки, много десятков московских музыкантов выступал за клуб-механику, там много десятков питерских музыкантов выступал за клуб-механику, и Мостиков будущее, после вот этого... Московских не десятки. Все, что ты скажешь, все, что ты скажешь, это истина. Вот, и, и никто это знамени подхватил, и все-таки вопрос был, почему 15 лет вот такая вот пустыня, после Сергея Анатольевича Курюхина? Саша, ну, это вообще очень странный вопрос, потому что я вот сижу, разглядываю полки с DVD, с книжками, вот можно взять любой, как бы, любую коробку и задать этот вопрос, а вот поэт Веденский, чего ж никто его знамени подхватил, а этот вот, обышла чего вот, что знамени кто не подхватил, а вот Высоцкого уже 30 лет знамени, и никто знамени так и не подхватил, как бы, это великая тайна, да, я тут абсолютно согласен с Артемом, и мне не кажется, что он говорил исключительно про поп-культуру, это вот тайна гения, когда вдруг рождается человек, да, на которого там, прости господи, там, бог ладошку на затылок положил, вот, и объяснить это невозможно, и, как бы, ни то, ни после ничего подобного не было, до Курюхина тоже это знамя никто не нес, не то, чтобы он у кого-то его подхватывал, да, это просто уникальный феномен, к которому вот нам выпало счастье, как-то, ну вот там, Артем и Сергею, так вовсе, вот, вместе все это переживать, а нам просто там быть свидетельными, вот, современниками, радоваться надо, что касается каких-то возможных, там, причин и объяснений происходящего, вот, не зря я, Артем и Сергей, часто упоминали слово инструменты, что вот, музыканты такие-сякие были для него инструментами, и художники были для него инструментами, тут же штука вот еще, да, каждое, там, большинство людей, даже большинство творческих людей, ну, они ведут какую-то свою тему, хорошо, если она своя, хорошо, если она вообще, ну, как бы имеется, и можно ее как-то проследить, вот, а для Курюхина вопрос в том, ну, как бы вопрос, вот, какая его тема, что он сам, собственно, про что он, я думаю, на него ответить было бы сложно, потому что у него была совершенно гениальная, невероятная широта взгляда, позволявшая вот все эти темы, человеческие, музыкальные, культурологические, философские, такие языки замешиваясь в огромный, невероятный оркестр, он такой вот дирижер жизни, да, то, что вот он показывал на поп-механиках, когда он там, так сказать, слабым манием руки на шведов двинул, он полки, когда он там машет головой, какой-нибудь там психологический оркестр взрывается, и там козы на сцену, и колобильды петь начинает, вот эта метафора, насколько я понимаю, того, что он и, того, что он и в жизни делал, это человек, который видел всю картину целиком, всю вот, там, культурную, музыкальную картину целиком, и дирижировал ею как чем-то целым, как одним большим оркестром. Это, конечно, способность, которая, ну, там, все это, естественно, базируется на огромной, насколько я понимаю, просто начитанности, образованности, на невероятной, там, мацартианской легкости, и веселости, и способности быстро схватывать, и, ну, 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 да, все вот вместе это и называется гениальностью, но вот в общем и целом, это просто, ну, какой-то невероятно широкий, такой сверхчеловеческий кругозор, и способность дирижировать, и аранжировать самыми несовпадающими, несладимыми вещами. Вот как-то так. Иван, да. Я взял этот микрофон, потому что он лучше всех звучит. Я просто вспомнил отличную штуку, ты меня, наверное, натолкнул, насчет того, что, чего Кулыкин хотел. Значит, он мне однажды рассказал, он вернулся из Америки в очередной раз, делился со мной всякими впечатлениями, в частности, рассказал, что в Америке он видел телепрограмму, причем, естественно, обличительного свойства, поскольку речь была об Америке, про Муаммара Каддафи. Знаете, Муаммар Каддафи, который, вот, ну, сейчас о нем довольно часто говорят. На самом деле, он мне не то, чтобы очень симпатичен, но отношусь я к нему на связь с большим вниманием. Значит, Кулыкин говорит, что показывают, значит, там, Каддафи тогда еще был в силе, ну, то есть в максимальной силе. Значит, какой-то праздник в Джамахерии, в этой Ливии, Каддафи там стоит на каком-то Нюрнбергском там пьедестале, и, соответственно, вокруг него парады и так далее. Кулыкин мне это описывает. И вот он вот махает правой рукой, и у него над головой пролетает эскадриль Емидов. Махает левой рукой, и идет шеренга беременных женщин, типа такие беременные ливийки там на свою растят, да, и вот там еще, он мне что-то такое уже описал из ампертуара Каддафи, да, и массовых праздников, и говорит, вот это, вот это вот идеальная топ-механика, вот, вот кому я позавидовал, вот это вот был. И, в общем-то, понятно, кем хотел быть Кулыкин, на самом деле. Он хотел быть Богом. Сто процентов. Он хотел быть Богом, при этом для этого у него были определенные задачи, но, к сожалению, не все. можно я чуть-чуть? Да, 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 да. А может, это будет еще? Работает он? Работает? Да. Я очень коротко хотел бы, вот на тот вопрос, который мне не был задан, значит, почему нет Кулыкина сейчас? У нас такая изысканная, которая у нас есть. Такая маленькая метафора. Вот если искусство это борьба, то можно представить это в качестве, ну, в виде копья, в котором художник это наконечник копья, а древка копья это то настроение в обществе, которое и создает возможное произведение искусства. Так вот, сейчас ситуация, когда наконечники у копьев остались, а древка нет. Это вот такое, как бы, нынешнее состояние искусства, это ситуация для археологов, для которых вот наконечники копья это то, что остается, а копья как такового нет, потому что в обществе усталость, пассивность, все надоело. Официальная идеология не вызывает ни протеста, ни принятия, она вообще как-то ничего не вызывает. Вот поэтому сейчас и невозможно такие большие явления, как большая копья. Полную хуйню говорит Сергей Летов. То есть, если ты и дальше будешь так высказываться, вот, я отсюда уйду. Значит, у меня вызывает массу протестных ощущений то, что у нас происходит. И идеология, и политика, и все остальное. Я думаю, что еще у огромного количества народов вызывают очень сильные негативные чувства. И говорит, что вот мы все апатичны, эти большие пакеты, джазмены, авангардные, вот да, вот это вот команда имени Игоря Бутмана. Вот, обслуживать правящую элиту на фестивальной усадьбе джаз и играть фоновую музыку на корпоративах. Вот это да, вот это вот современный российский джаз. Сто процентов. К счастью, к счастью, есть и другие вещи в стране. Аплодисменты, которые сейчас звучат, это свидетельство того, что друг друга люди не слышат абсолютно. Аплодисменты, Артем совершенно не знает о том, что такое современный джаз. Он знает только... Кроме Сергея Леонова, здесь есть еще люди, которые представляют себе ситуацию, не полностью, но тот аспект, о котором идет разговор. Действительно, надо иметь некое представление. Вообще, Артем, ты что-нибудь за пределами того, что по телевизору показывают? Знаешь? Знаешь, не знаю. Довольно серьезный разговор с Гатерином Александром. И мне кажется, что не стоит в этом разговоре переходить на ерунду. Раз уж такие вещи собирают достаточно мощные умы, я не побоюсь этого слова, я надеюсь, по крайней мере, на это, то не хотелось бы наиспыляться на подобные вещи. Потому что в действительности, как говорил один из моих больших учителей, человек, который создавал в этой стране первую систему подготовки импровизирующих музыкантов или Павлович Козырев, в действительности все обстоит не так, как на самом деле. Это имеет прямое отношение к Гурехину. Я попытаюсь буквально одним словом обозначить, на мой взгляд, почему нет такой фигуры сейчас. Это очень близко к тому, что говорил Сергей. Дело в том, что фигуры такие появляются действительно очень редко и очень часто сообразно со временем. Время сейчас такой фигуры не требует. А вот тогда требовало, причем это не единственный случай в истории, таких случаев было довольно много. Вот сюда мне пришла, пришла в голову мысль, которая не вполне бесспортная, ее можно обсуждать, но она пришла почему-то, что вот Ленин был Курехиным в свое время. В некотором смысле, в некотором смысле, то, что происходило в революции и в постреволюционное время, это была тоже своеобразная поп-механика. И здесь я хотел бы довести до конца мысль, которую Сергей высказал, но не довел до конца. Когда говорил о том, что в первую очередь Курехин был музыкантом, но инструменты для него преобразовывались все время, они испытывали метаморфозы. Сначала это был фортепиано, потом это стали люди, а потом это вообще стала политика. Я, Саша, сейчас пробегаю, пропуская пробежуточные варианты. Так вот, в этом случае он не был музыкантом. Он был человеком, который играл, но не музыкант. Музыкант более узкое явление, а он более живое явление. В этом смысле сквозил вот таким фигуром Ленина, например. Музыкант-концептуалист. Ну, уже даже не музыкант. Вот Барбан в известном опыте под названием «Сон искусства рождает постмотернизм» предпослал этой статье эпиграф, который звучал так. Я сейчас точно не помню. Это посвящается, этот опыск посвящается великому шарлатану С.К. Вот он был в этом смысле великий шарлатан. Это профессия такая. Спасибо. А, извините, вы не могли бы представиться? Представиться не могли бы? Меня зовут Михаил Митропольский, я джазовый образователь, 40 лет изучаю джаз, буду чипизиком. У меня подход, поэтому там немножко другой. Спасибо. У нас есть некоторое количество сюрпризов, а у нас вот эта штука заработает или не факт? Пока не факт, да? Значит, заработает, да? Я сейчас пойду в народ, потому что без сюрпризов нельзя, и среди вас сидит человек-легенда, посмотрите по сторонам, может, кто-то его запеленговал, внимание, сюрприз, который играл, наверное, со всеми ленинградскими группами, и выступал на фестивале Тбилиси-80, играл в огромном количестве пуб-механик, крэйзи-мюзик-оркестра. Это Александр Александров по кличке Фагот. Похлопайте его, пожалуйста. А говори, что хочешь. Вот просто. Говори, что хочешь, очень хорошо. Да, вообще, конечно, очень здорово, что так происходит на самом деле, потому что действительно фигура его же человека-музыканта и культурного деятеля и политического. Спасибо. Потому что она совершенно неоднозначна и аналогов нет ни в каком ни в каком государстве, ни в каком стране. Это совершенно уникальное явление. Мне действительно недостаточно может быть один из первых посчастливилось, как-то так легла монета играть вместе с Сережей. У нас тогда было трио современного джаза в Ленинграде. Анатолий Вапиров, он и я. Мы ездили под клен конца в таком многострадании нашей стране. И вот идя сюда, мне вспомнился один такой случай. Мы приехали в Берисе на какой-то дарковный фестиваль, просто какие-то концерты. Пустили в гостиницу и поскольку мы ездили втроем, а номера были или двойные, или ординарные, в общем, как руководитель коллектива Анатолий Вапиров, мало того, что он руководитель, он ужасно храпел. Просто невозможно было. Это был такой звук, который будил просто соседний этаж, даже, можно сказать. И, конечно же, мы жили с Сережкой вдвоем. И, как обычно, мы приходим, занимаем номер. и воткнута в розетку трансляция. Тогда, не знаю, как сейчас в гостиницах с трансляцией. То же самое. То же самое. Вот они почему-то всегда были воткнуты, а тут носилась такая чудесная маршевая музыка. Ну, в общем, все как надо. Это был какой-то 81-й год, по-моему, типа того. И мы, значит, бросаемся к этой розетке, выдергиваем шнур из этой штуки. Ну, потом, как обычно, там все это идет в концерт. Мы после концерта приходим, уже после пакета, ложимся спать. Никто, конечно, на эту точку не обращает внимания. утром в 6 утра у нас будет невероятно громкая маршевая музыка и голос левитана. Сегодня по просьбе афганских товарищей наши войска вступили в Афганистан. Из нерабудающей точки радио. так поясни. И против Афганистан. И там в это время уже не жил. Ну, я имею в виду голос левитана. Это элемент. Да, да, именно так. Потому что все объявления... До сих пор в метро звучит тот же самый тембр. И вот, собственно, к чему вся эта история. И Сережа сказал так «Пора». И в этом «Пора» в общем вот вся ипопеханика и ленингриб и в общем вся дальнейшая история всего хозяйства. Смотри, поскольку ты такой супер-сюрприз один один вопрос должен тебя не мучить и дальше мы пойдем по нашему огненному кругу. Ты был в аквариуме до Курехина ты был в аквариуме во время Курехина и после Курехина. Правда ли, что Сергей Анатольевич Курехин изнасиловал группу аквариума знак вопроса. Хороший специально спасибо Мирову. Спасибо, конечно, за добавление. Вопрос-то легкий. Вопрос-то легкий, просто аквариум конечно не был. Саша был не в это время аквариум. Да, кстати, в аквариуме я уже не играл тогда, Сережа. Надо думать. Насиловал. Нет, не более не аквариум я тоже, кстати, говорил в интервью и пусть меня Борик не обижается. Просто не выдержал такого серьезного аргумента, как Курехин. У меня дикая к тебе просьба, просто, чтобы всем было понятно, мне все понятно, максимально подробно. Что ты сейчас имеешь в виду? Почему аквариум не выдержал такой ножик, как Курехин? Потому что Курехин вещь, как уже было сказано, мультимедийная и достаточно охватывающая широкий аспект всего, начиная, там, ну, все это уже не будет повторяться, да, это как бы достаточно большая фигура, объедующая приличные, не только, кстати, культуру, и политика там залезла каким-то боком, никто не знает каким, он сам, собственно, не знал, как это получилось, так вот оно случилось, его понесло, ну, бывает, с кем не бывает, все-таки художник, а аквариум это музыкальные группы, да, окей, в какие-то там 70-е годы это, в общем, представлялась какая-то не то, что идеология, образ жизни, да, вот была такая расхожая фраза, что аквариум это не группа, это образ жизни, вот, собственно, этот образ жизни был немножко мелковат для такого монстра, как Сережа, который там танки мог гонять где-нибудь по сцене там и так далее, включая засад и воровьи на аэраторе, я помню, мы с Сережей стоим на сцене, там сзади раз болтаются, я тебя перебил, это 93-й год октябрьский, да? да, да, и там болтаются артисты балета, неманса на тросах там изображая, ну понятно, да, за лапку подвешенную, так, ребята болтаются, там матки, конечно, подстильные, на всякий случай, но все-таки один воровщик не выдержал и шею к себе повредил, но, слава богу, не смертельно, но тем не менее, в общем, и а все его в основном опыте были связаны действительно с экстремальными какими-то вещами опасными для здоровья, ко всему прочему. И вот еще, кстати, вот в заключении я, наверное, слишком, слишком уже, но вот отвечая на вопрос, который был один из вопросов, да, вот всегда вот при разработке партитур, которые, как бы, вот, как ты говорил, писались на обрывках туалетной бумаги, тогда еще, пардон, не было, но упаковки из-под сахара и какие-то там обрывки непонятно чего, каких-то плакатов все это расписывалось, партитура, и каждый раз, после, вот, объяснения каждому, скажем так, ингредиенту, да, не музыканту, а ингредиенту, то есть человеку, человеку-инструменту или человеку, позы или человеку, там, прыжок, там, скачок, плевок, лошадь, это кусок, понятно чего, всегда все это заканчивалось. и доводим это до клинического идиотизма. Вот даже микрофон перестал. Ну все, доводим все до клинического идиотизма. Вот это тот самый принцип, который... я буквально очень-очень коротко скажу, что так получилось, что я последние 2-3 года пишу про Курихина книгу, в общем, она основана на сотнях интервью, и все время, во время каждого интервью они все одинаковые, потому что есть неподдельное ощущение, что эти интервью абсолютно не похожи на обыкновенное интервью, а обыкновенное интервью не похоже на интервью, которые берутся по Курехину, потому что есть такое ощущение, что дух Сергея Анатольевича витает где-то там, и я помню, так случилось случайно, что Сергей Летов был первый человек, у которого в 2009 году по книге брался интервью, и я понял, что эти интервью они были совершенно другими, потому что когда интервью закончилось, Летов достал свой мобильный, я не был уверен, что он умеет им пользоваться, но он зашел в базу и сказал, слушай, а тебе надо взять интервью, и продиктовал мне то ли 300 фамилий, то ли 400, то ли 500, вот, и вот так каждый раз происходило, то есть люди говорят, а вот с тем ты поговорил, а вот у этого надо взять интервью, а вот у этого, у этого, и вот никогда в жизни такого не было, что как-то вот всем, видимо, хочется, и важно, чтобы об этом узнали побольше, и Александр Фагут Александров, это вот типичный пример, можно, чтобы я тебе в глаза посмотрел, я был на самом деле уверен, что он в Германии, там живет, скорее всего живет, но что-то было не слышно, позвонил ему вчера на дурочку, будучи уверен, ты там в каком городе живешь, или жил? В Мюнхене, в Мюнхене, я был уверен, что он в Мюнхене, просто из-за лишней добросовестности позвонил ему вчера, поскольку погода летная, типа, давай по-быстрому из Мюнхена сюда на круглый стол, поэтому опоздал. И какое было мое удивление, что он оказался в Москве, и это тоже клуб механика, и я очень рад и счастлив, что ты здесь, и мы тебя все похлопаем еще раз. Есть ощущение, что будут какие-то вопросы, поэтому мы будем закруглять первую часть, и, наверное, у меня просьба, Артем, к тебе, и потом к Сергею, и к Юре, давайте каждый скажет еще самое важное и главное, что бы мы хотели сказать про Курехина, о чем я дурак, не догадался спросить, вот что-то, чтобы вот люди ушли, тут сидит, я так понимаю, человек полсотни, может больше, 46 миров посчитал, вот, вот что-то просто, чтобы они с этим ушли в уме, в сердце, не знаю, как, вот что-то еще про Курехина, вот в свободной манере, что вы считаете нужным и важным сказать. У нас из четырех микрофонов работает один, и все по-разному. Я хотел бы вернуться к нашему с Александром разговору о том, помнят сейчас Курехина или нет, а вот, скажем, то, что сейчас сказал, апеллируя к фаготу, или креду, насчет 300-400 телефонов, людей, с которыми стоило бы о Курехине говорить, я думаю, что это противоречит своему собственному туристу о том, что его забыли. Значит, по поводу того, забыли в Москве, точнее, забыли Курехина в Москве или нет, я, я, честно говоря, не знаю. Может быть, в Москве его и подзабыли, тем более, что никогда он в Москву не рвался, карьеры тут не делал, к Москве относился, в общем-то, я так понимаю, достаточно равнодушно. А в Петербурге его помнят все и у всех, ну, у всех я не имею в виду там, городскую думу правительства и там, бандитов, вот, но у всего такого культурного в Петербурге имеется просто жесточайшая ностальгия по Курехину. То есть, я постоянно с этим сталкиваюсь и среди киношников, и среди музыкантов, и среди художников. Все его прекрасно помнят и все говорят о том, вот как жаль, что сейчас нет Курехина. Опять же, по поводу того, востребован этот человек нашим временем или нет. Я считаю, что такие люди востребованы всегда. Во всяком случае, если кругом остались еще живые, они одни мертвецы и зомби, а вот, то настоящие буйные, такие как Сережа, они нужны. Они нужны, иначе и те немногие, кто в живых останутся, тоже сдохнут. Физически, морально. То есть, он очень нужен. Значит, по поводу помнят, не помнят. Об этом мы говорили тоже несколько дней тому назад на канале «Дождь». Курюхин, и мы с ним на эту тему много общались. Более того, имеется спасенное покойное Даней Диденко мое интервью с Курюхиным на несколько часов. Мы много с ним на эту тему говорили. Относительно вообще того, что имеется, я уже практически цитирую Курюхина, имеется два типа художника. художники, которые здесь и сейчас и художники, которые на века. Курюхин сказал, что я человек типа здесь и сейчас. То есть, он вот как вот шторм, который проходит, все сносит вокруг и на следующий день оконьки. Голубое небо и полное безветрие. И он мне сказал, что вот я умру и я думаю, что после меня ничего не останется. То есть, вот все то, что я делаю, это вот пребудет со мной в моем брене. И что есть люди, которые работают на непленку, есть люди, которые работают на текущий момент, он относится соответственно ко второму типу. Касательно музыки, музыканта и так далее. Еще одна интересная история, сейчас вспомнил, не вспоминал ее тысячи лет, поскольку заговорили от джазовых музыкантов, джазовой музыки, которую Турекин, по-моему, со временем, ну, не то, чтобы возненавидел, но относился к ней крайне скептически. Однажды, однажды, еще было советское время, был какой-то пафтный конкурс джазовых пианистов в городе Вашингтоне, около Колумбии, в Америке. И туда от Советского Союза послали двух конкурсантов. Знаменитый Сергей Курюхин, ну, там, альбом «Ways and Freedom», там и так далее. И, значит, юную девушку по имени Азиза, по-моему, Мустафа Заде. Азербайджанская пианистка, и тогда было лет 15, дочь известного азербайджанского же джазмена Багифа Мустафа Заде. Курюхин, значит, я на этом конкурсе не присутствовал, рассказываю со слов Курюхин, нацелек, что верю ему на 100%. Но Курюхин к этому конкурсу серьезно подготовился и сыграл там что-то настолько охерительное, что он сказал, что все вместе взятые участники этого конкурса, если бы еще 10 лет репетировали и сели бы двадцатером за рояль, все равно бы этого не сыграли. Вот он это сыграл, то есть он решил продемонстрировать то, что на самом деле он возможно самый техничный в мире пианист. результаты конкурса. Курюхин занял десятое место, политкорректная значит девушка Азиза Мустафа задав второе место, кто занял первое место вообще непонятно. У нас значит эта история Курюхина в общем-то довольно сильно не то чтобы подкосила, но в общем-то он сильно погрустнел после этой истории. и он сказал а чего вообще стараться осваивать, овладевать если в общем-то никому не нужно. Это уже кстати не поп-культура от которой с такой любовью Лето говорил. Это как бы солидный джаз американский импровизаторы то-то-сё. На самом деле тоже поп-культура. Ну то-есть всё поп-культура кроме это поп-культура значит это был конкурс джазовых пианистов. То-есть я тоже считаю что джаз это попсающего попсовья панк-рока. Вот тем не менее. Значит короче говоря после этой истории по-моему Крюхин просто окончательно утвердился в том что абсолютно ему не место что ему тесно что ему вообще неинтересно быть во всём этом джазовом истеблишменте. Соответственно поп-механика уже к джазу не имела практически никакого отношения. Скорее академическая музыка хэппининг вот если академическая музыка то наверное что-то алиаторическое скорее чем импровизационное. вот ну а главное главное вот то о чём я сказал что ему хотелось на самом деле ему хотелось слишком многого вот и он был прав в общем-то и надо хотеть слишком многого как говорил Чай Гевар надо быть сериалистом требовать невозможного вот к сожалению вот очень мало у нас есть людей которые действительно требовали невозможного такой руки но в этом смысле бывать нельзя Внимание на экран 84-85 год первые репетиции по механике Это Густов это барабанщики спино на заднем плане кадрашки барабанщика аквариума вот там кирковый гребенщик отзыв максимально за ним зягутся расисты Акварий Бойчкинова Слышите, товарищи. Слышите, товарищи. Слышите, товарищи. Слышите, товарищи. Слышите, товарищи. Слышите, товарищи. Я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить... У нас есть тут несколько гостей из Питера, и конкретно Сергею Чубравеву, который нашел этот фрагмент фильма о BBC «Товарищи», который шел, ну, как говорится, в 72 странах мира, кроме одной страны, догадайтесь сами, какой. Вот, фильм, фильм целиком был, ну, да, видимо, этой страны, фильм целиком был посвящен Курехину и снят под носом у конторы на Большом Литейном, в общем, на какие-то непонятные камеры и транслировался по 14-му каналу американского телевидения, там, все там в Лондоне, еще где-то. И вот этот фрагмент, вот он реально впервые показан, и там были и покойный Кондрашкин, и Цой, и живой Диканский. Подскажите, Гребничков, Цой, я сказал только что, вот, соответственно, был Густав Гурьянов, были новые художники, и, по-моему, это в сквоте на Чернышевского снималось под носом у обеих контор. Сереж, сейчас твое слово, собственно, что важное, еще в заключении надо сказать про Сергея Анатольевича. Ну, первое, вот, в продолжении всей этой, вот, Саша сказал очень важную фразу о том, что рок это ведь, ну, во всяком случае, как аквариум они понимают, это образ жизни, а Сергея это было больше, чем образ жизни, да. Ну, я бы сказал, что у Курехина было их больше, чем музыка. Ну, когда я слышал обвинения в джазе, я могу согласиться, что Курехин к джазу, к традиционному, относился очень плохо. Он, еще хуже, он относился к традиционной академической музыке. Ну, в частности, на особую ярость у него вызывали Спиваков и Ростропович. Он считал, что это вообще анти-музыка. И об этом есть интервью у меня журнала «Медведь», в частности. И одна из моих знакомых защищала в Абгике диплом от отчества Курехина, и ей потребовали, вот, пожалуйста, уберите с диплома вот эти слова Ростроповича из Спивакови, иначе на бал с ним цемном оценке. Вот она в приложении. То есть, механика продолжалась. Ну, чтобы, я хотел бы сказать о том, что ближе всего, кто для меня ближе всего Курехину. Вот, ссылаясь на... Можно давать определение, да, какому-то явлению, указывая на наиболее близкие вещи. Конечно, самым близким человеком Курехина музыкально был Джон Кейдж. И последняя пластинка, которую записал Курехин вместе с Кишаваном Маслаком, она так и называется «Дорогой Джон Кейдж». Может быть, лучшая, да? Это лучшее. И когда я сейчас слышу эту пластинку, то я очень хорошо понимаю Кишавана, я даже письмо написал, прослушав это, потому что примерно те же вещи от меня на записи «Полинезий» требовал Курехин. Вот так же играть поперек, на облом. И, может быть, я подходил ему именно потому, что во мне не было бы той школы традиционного джаза, да, которая была у его друга Игоря Бутмана, там, у Чернова и так далее. Я, может быть, как следует, и не умел вот этот джаз играть, поэтому он меня и звал, чтобы какие-то дикие, ужасные звуки извлекал поперек всего, ломал. Но еще я хотел бы сказать о том, что образ Курехина больше всего вызывает ассоциацию с Моцартом, такой солнечный юноша. Но на самом деле этот образ Сергей культивировал искусственно. Вот он был таким жизнерадостным, брыжущим, остроумием, какими-то шутками, подначками, только когда у него были зрители. Хотя бы один-два посторонних человека. И тогда уже можно было какие-нибудь пинки раздавать, щипать кого-нибудь. Он любит щипаться довольно сильно. Вот какие-то такие подначки. Вот все время нужен обязательно. И среди вот этих вот людей должен был обычно быть какой-то его любимец. Любимец это какой-то, ну как бы полный идиот, который наиболее идиотически выглядит, не совпадает. На протяжении жизни Курехина у него такие вот идиоты, которые для него были, от которых можно было, ну шуты, они менялись. Я, конечно, некоторым обидно, если я вот скажу сейчас, но первый, кого я убил, это был Булучевский. Владимир, да? Владимир Булучевский. Как-то Владимир... Саксофонист, да? Саксофонист поп-механики. Ну вот он впоследствии на ситном рынке апельсинами торговал. А вот в тот момент... А сейчас пишут сериалы по ним. Да, да, да. В тот момент непосредственно, когда вот Курехин приезжал ко мне, ну к Андрашкину с корюшкой, то они привезли Булучевского. Сологу пришел его постричь. Его постригли. Он вообразил, что он солдат американской морской пехоты. Был апрель месяц, вот, кстати, когда корюшка идет. Разделся по пояс, убежал на улицу, перевернул цистерну. И встретился с какой-то девушкой и остался у нее жить. От покоя с горой. Вот это был для Курехина вот образец. Через некоторое время, я не знаю, гордиться этим или печалиться, вот на эту роль я заступил. Я в какой-то степени для Курехина был вот таким вот... То есть он иногда иронический, а теперь мастер джазового саксофона. И я хрюкал или свистел что-то такое чудовищное. Ну и прическа у меня была, не соответствующая советскому инженеру. В общем, на какое-то время я заступил на эту должность. А потом прошло время Юра Каспарян, который пафосно рассказывал, как он охмурял парикмахерш там или каких-то уборщиц. Вот какие-то... То есть все... А когда мы оставались с Курехиным наедине, а мы довольно много с ним вообще ездили вдвоем. Мы в Екатеринбурге выступали, в Финляндии. Первая поездка за рубеж, в Москве ему концерты, на квартирниках, на которых он играл. О чем он... Это что он, например, не знает. А он играл, например, у руководителя ансамбля «Рецитал» Аллы Пугачевой. Дома квартирник у нас был. В 83-м году, да. Вот. Наедине, вот когда зрителей не было этого театра, он был довольно скучным и печальным человеком. Как очень многие комики, как Луи де Финнесс, например. Довольно мрачным, ноющим. Он все время что-то куксился, все что-то не нравилось. Вот как бы... Он только пальцы все время ходил и разминал. Вот. Но как только добавлялся кто-то третий, то он преображался, начинал шутить. Вот это такой вот человек двойного темперамента. Как многие такие люди маниакального темперамента, у них есть очень сильная депрессивная сторона. Такой вот он двойной черно-белый. Вот. Ну и вообще, конечно, я понимаю вот сейчас идею Саши Кушнера о возвеличивании Курехина. Но мне бы не хотелось из него, как из многих великих умерших людей, делать какую-то икону. Это был живой человек, у которого были и свои достоинства, и свои слабости. И есть вещи, на которые я, допустим, не могу ему до сих пор простить и сержусь на него. Несмотря на то, что я ему в жизни очень многим обязан. И я это прекрасно создаю. Но не во всем я с ним согласен был. Это был сложный, противоречивый, живой человек. И вот я согласен с Артемом с тем, что первое, когда я услышал о том, что... Ну, во-первых, скажем так, когда я первое услышал о том, что Сергей заболел и не сможет поехать на фестиваль в Киеве, то я подумал, что это очередной розыгрыш. Потому что такие истории бывали. Мы должны лететь в Екатеринбург, в Новосибирск. В самолете я узнаю, что наш дуэт не состоится, потому что он решил не лететь в Новосибирск. Но я уже лечу в самолете. И когда вот не состоялся этот киевский концерт в начале мая, на который они с Кишаланом были заявлены, я думаю, ну вот очередной розыгрыш. Ну вот что-то ему не понравилось, раскапризничался. Потому что перед этим он раскапризничал, не поехал в Цюребский на первый фестиваль советского авангардного джаза. Вот как бы для меня это был какой-то очередной его розыгрыш. И когда я за несколько дней твоего смерти, кто-то мне, по-моему, чуть ли не Дима Ухов, рассказали, что это действительно правда, то я был очень сильно потрясен. И мне, с другой стороны, я очень рад и счастлив тем, что Саша занимается сейчас, что нашелся человек, который привлекает такое внимание, может быть, самой знаковой, самой интересной и международно значимой фигурой в нашей экспериментальной, вот, наверное, правильное слово, не джазовой, как бы меня поправил Артем, а в экспериментальной музыке 20 века. Это, наверное, наиболее яркая, во всяком случае, второй половины 20 века, наиболее яркая и значимая фигура. И я очень рад, что Саша Кушников сейчас привлекает внимание, организует пресс-конференции. Я бы хотел, пользуясь случаем, поблагодарить еще одного человека. Это Андрей Гаврилов, который несколько лет назад стал разыскивать всякие записи, сделанные из воздуха, из каких-то ужасных кассет МК, тип МК-2, записанных, да, с арузом, и наиздавал целую большую серию, у нас есть вот коробка, пластинок, да, вот, которые показывают, разных цветов, она здесь, наверное, есть в этом магазине, разных цветов, целая большая серия. Это замечательно. Вот этим двум людям я очень-очень благодарен. Я хочу, чтобы это продолжалось. Спасибо. Мы попробуем опять взорвать экран, может, получится. Проблема, довольно классическая проблема конца века. А сейчас она еще вдвойне такая сложная, что это еще конец тысячелетия. Все люди, которые об этом пишут, либо говорят, они делятся на две части. Прикликнул справа. Да, это традиционно, это традиционно. Еще нормальный, хризис, он пройдет, он опять на свою колью возвратится, и все опять вернется, что-то изменится. Конечно, опять будет спокойно, тихо. И другие люди, которые говорят, нет, ничего подобного. Конец века, конец тысячелетия, на самом деле, конец целой эпохи. Как говорил Мишель Фуко, завершается эпистема, завершается огромный цикл истории человечества. И сейчас произошло сознание, конца этого цикла, и формируется совершенно новое мышление над своими совершенно новыми ценностями, с новой культурой, с новым ощущением истории. В истории есть какие-то ритмы определенные. Это удивительно, что ведь столетия – это чисто условные вещи. Мы могли бы считать не по десяткам, не по сотням, а, скажем, по восьмушкам, по сороковушкам, как это когда-то и было. Было ведь сорок в русском языке, не имеет аналогов в других языках. Сорок-сороков и так далее. Могли считать и по сорока. И все-таки ритм истории как-то совпадает с ритмом вот этих условных столетий. Условных столетий. Я бы только немножко передвинул к некоторой дате. Я бы считал так, что XIX век кончается в начале XX века. И XX век закончится где-то в начале XXI. Ну, такой вот фрагмент. Аркадий Драгомощенко, друг Курехина, наверное, с тех самых первых дней, начало 70-х, когда Сережа в 17 лет переехал из Акватории в Питер. Но был его близким другом много-много лет. И, по-моему, где-то к 50-летию Курехина вот снял фильм «Траектория звезды». Это, по-моему, еще какой-то редкий, не вошедший фрагмент. Вот, в интернете он есть. И, соответственно, Курехин там какое-то время пробовал какие-то свои телепроекты, даже и на Первом канале. И существует умопомрачительное интервью. Как вы видели, с Лихачевым был интервью у Курехина с Зюгановым. Если не знать, кто такой Курехин, то все интервью можно воспринять за чистую монету. Но я не думаю, что кто-либо за всю жизнь и политическую карьеру Зюганова вот так его просто провел мордой по столу, как это сделал Курехин совершенно каменным лицом. И, собственно, сказал Артем, сказал Летов. И вот Юра, тебя хочу послушать. Вот что важное хочется, чтобы люди с собой вынесли из магазина «Дом культуры». Пластину пусть побольше вынесли. Снял с моего языка. А развернуто. Ну, развернуто. Я, наверное, надо какой-то трактат писать. Я попробую каротенечко уложиться. Значит, вот когда уходит фигура вот такого масштаба, как Курехин, то всегда, ну, помимо таких видимых и медицинских причин, вот есть ощущение, что уходит он отчасти потому, что наступает какое-то такое время, в котором бы этому человеку лучше было бы не принимать участие. Такое же ощущение было и со смертью Башлачева, и, ну, не будем перечислять, со всеми. И Пушкина. И Пушкина. Бесконечный список. Ну, так вот, я сейчас уже могу путать даты, но мне кажется, что уход Курехина в 96-м году, он хронологически примерно совпал с моментом такого появления и воцарения на телеэкранах, ну, того, что условно называется «Старыми песнями о главном». То есть такой эстетике победившего, всепроникающего постмодернизма. Когда у тебя там группа «Муми Троль», стоя вверх ногами, поет песню из фильма «Кубанские казаки», а Кобзон выступает дуэтом с, я не знаю, группой «Тараканы». Вот, то есть в каком-то смысле, в каком-то смысле, именно в момент ухода Курехина, вот постмодернистская часть того, что он делал, стала абсолютно господствующей эстетикой Первого канала. И до сих пор в каком-то, в какой-то части она ее остается. Вот этот принцип перемешивания несоединимого и создания каких-то вот таких комических ситуаций из-за того, что там Калла Бильды поет в сопровождении группы кино, вот это стало главным принципом поп-культуры на долгие годы. И, конечно, то, во что все это превратилось, вот этого Курехину, конечно, было бы лучше не видеть. Слава Богу, что он этого ничего и не застал. Вот. В результате, что мы имеем? Мы имеем ситуацию, в которой, ну, в отличие от ситуации, в которой действовал поп-механик, то, в общем, не осталось ничего такого, ну, вот постановка чего в неожиданные контексты, высмеивание чего, или там издевательство над чем-то, кого бы то ни было шокировало. Мой любимый пример, я вот искренне уверен, что если монолог «Ленин-Гриб» произнести в передаче «Прожектор Пэрис Хилтон», то вообще бы никто ничего не заметил, да? Ну, вот пришли люди поржать, да, но еще какой-то вот шутник рассказывает про Ленина-Гриба. Вот. Это все превратилось в абсолютнейшую такую медийную пошлость. Вот. И Путин, который ездит на байке с ночными волками, и там какое-нибудь современное искусство, которое Гельман насаждает в Перми, и то, что произведение искусства, прости господи, хуй на Литейном мосту получает фактически государственную премию в области современного искусства в тот момент, когда его создатели сидят в следственном мазаряторе. Это все вот это торжество победившего курёхинского постиндернизма, взятого в его самом, ну что ли, плоском и обыденном понимании. С другой стороны, вот как бы ничего серьезного нет, кругом ха-ха-хи-хи, все как-то, все делается исключительно по приколу и для того, чтобы чисто поржать. Вот. А с другой стороны, если посмотреть на то, что вокруг происходит, вот в культурном поле, вокруг воцарилось сектантство самого узколобого толка. То есть, когда мы говорим, что вот нет человека, который бы, как курёхин, вот смотрел бы на всю ситуацию в целом, соединял бы несоединимое. Да, сейчас нет человека, очень мало людей, которые способны вылезти за пределы своей просто форматной ниши. Есть секта любителей русского рока, которые ездят на нашествие, есть секта любителей русского рока такого, который на нашествие не берут, есть секта любителей авангардного джаза, секта каких-то музыкальных модников, которые на пикник-афиши ходят, секта любителей настоящих виниловых пластинок первого издания. И все они друг с другом никак не пересекаются, все они к предмету своего поклонения относятся предельно серьёзно. И с представителями других формаций, соседних, в общем, ничего общего иметь не хотят. И все это распространяется не только на ситуацию в музыке, но и на ситуацию в культуре и в жизни вообще. Секта любителей нефти и газа, или секта любителей Путина, или секта не любителей Путина, это точно такие же довольно ограниченные руссколовые персонажи, которые не способны посмотреть друг на друга со стороны, не говоря уж о том, чтобы, ну, в общем, каким-то образом подняться над ситуацией и так далее, и так далее. Вот, и поэтому то, чего на самом деле сейчас не хватает, это людей, которые бы вот эти стенки бы рушили, соединяли бы несоединимые, создавали вот это чувство весёлого восторга, которое было в поп-механиках. Я, извините, я эту завиральную речь, я хотел бы запомнить, так сказать, закончить примером из, по-моему, прошлой недели. Артём, можно я про концерт про твой расскажу? Какой? Вот в Элеонору Розенхольме. Вот это меня абсолютно восхитило. Значит, смотрю, выступает в клубе «Чайна Таун» группа Элеонору Розенхольме, финская. Группа очень хорошая, известная в частности тем, что на первый её концерт в Москве было продано два билета, один из которых купил я. Я пришёл в абсолютный восторг, думаю, блин, ну вот как бы, вот есть какие-то самоубийцы, промоутеры, которые берут и, несмотря на вот такой очевидный медицинский факт, всё равно привозят никому не нужную, но очень крутую группу за тем, чтобы снова на неё пришло две с половиной коллеги. Прихожу я в клуб «Чайна Таун». И что я вижу? Значит, сидит полный зал таких очень серьёзных, солидных людей, с сигарами, с блондинками, в пиджаках, накрыты столы, там, светочкой кальмарчиков, ну, сделай, пожалуйста. Вот это вот всё. Всё очень вот так это плотно и, так сказать, серьёзно организовано. Вот. И в частности находится там Артемий Киевич, который, как выяснилось, группой Элеонор Розенхольм и привёз. Привёз он её, чтобы она выступила на заседании некоторого элитного бизнес-клуба, который, ну, люди просто собираются обсудить свои деловые проблемы, но из такого серьёзного респекта к Троицкому они, в общем, приглашают музыкантов, которых он скажет. И дальше происходит что-то страшное в течение часа, потому что это действительно очень крутая группа, она играет вот что-то в духе, там, Аббы или ранней Пугачёвой, перемешанной с, не знаю, группой ЕС. Вот такие космические синтезаторные пассажи, положенные на советскую попсу. Тётка поёт в розовых леггинсах, какая-то рыжая, сумасшедшая. Вот, а перемей, сидят, вот. К концу всё это благородное собрание пришло в какой-то дикий восторг. Я вот честно, я вот такого ощущения счастья от концерта не испытывал давно. Вот когда вот ходишь в какой-нибудь там битком забитый клуб, где там фан-клуб группы X приветствует своего кумира, вот такой радости нет, как радость от того, что эти люди, которые никогда в жизни не должны были встретиться с этой чёртовой Элеонорой Розенкольной, вдруг у них сломался внутри какой-то барьер, да, они увидели что-то, к чему совершенно не были готовы, страшно от этого пробёрлись. Вот, и вдруг от вот соединения, как бы, серьёзного, упёртого капитала и абсолютно дикой финской музыки возникал вот этот какой-то курёхинский момент просветления. Вот, за что я, конечно, я Артёму страшно благодарен. И, ну, чёрт его знает. Вот если говорить о том, вот чего сейчас не хватает того, что делал Курёхин, вот не хватает этого какого-то интуитивного умения разрушать вот эти стенки, разделяющие людей, какие-то культурные страты, вот эти герты и секты, и создавать вот это ощущение невероятного веселья и восторга, которого то ли в силу культурных, а может быть и физиологических уже причин нам ужасно не хватает. Спасибо, Юрий, правильно сказал, даже и концерты писал неплохо, я как-то об этом не задумывался. Но вот это как раз, опять же, большое спасибо Кушниру, потому что, ну, вот Летов сказал, что не надо делать очередную икону, он абсолютно прав, то есть, ну, действительно, сделать икону, в этом есть всегда какая-то пошлость, да? Вот, но, но, я просто подумал, что уж если делать из кого-то икону, то вот лучше кандидатуры на иконописный лиг для нашего времени, чем Курёхин, я себе лично не представляю, то есть он вот лучше всех в этом смысле. Ну, да, и последнее, сегодня же в этом же самом Чайна Таун Кафе, это прямо над китайским ленчиком, будет еще один очень хороший американский концерт. Там, правда, не будет элиты российского бизнеса, вот, зато это будет концерт группы, такого Амара Торреса, это последние три года играет гитаристом у Тома Уэйтса, то есть это концертный гитарист Тома Уэйтса, ну, у него есть свой собственный репертуар, с ним еще один шикарный американский такой вуд-рок гитарист и сонграйтер Эрик Макфедден, вот, тоже очень хороший. В общем, концерт будет отличный, приходите. Во сколько, тем? В 11, в 11 вечера, поздно, поздно это будет, то есть там будет сначала какой-то концерт, а потом вот эти ребята, они бы не очередные, потому что, ну, то есть они недавно совсем от меня свалились, так что... Была такая передача «Фитиль», многие помнят, и последний запрещенный выпуск «Фитиля» вот сейчас будет на экранах. Сегодня в отеле «Невский палац», точнее в музее династии Самойловых, состоялась презентация проекта Сергея Курехина, агентства «Депутат Балтики». Были приглашены искусствоведы и узкий круг постмодернистов. Случайно просочились некоторые журналисты. Мастер Ку поведал изумленной публике, что совершил великое открытие – двойную анимацию. Киноматериалы, созданные компьютером, будут теперь по технологии Курехина обрабатываться в питательном растворе с бактериями. Бактерии начинают вести себя в соответствии с характерами главных героев, перенимают их темперамент и национальные особенности. Между ними возникают драматические коллизии и межэтнические конфликты, связанные с противостоянием глобальных культур. Это придает эмульсии кинопленки неповторимый дополнительный оттенок смысла, корректирует зрительское восприятие и углубляет авторский замысел – глубокий и без того. Курехин продемонстрировал зрителям очередной перформанс. «Радость поет, как и снижение твоей, темно зашел, как и снижение твоей». «Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля ПЕСНЯ 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 вопросом скорее касается потому что вот ура хорошую метафору это немножко по-другому сказать что всю нашу веселую компанию 80-х годов вот это самое нефтегазовая секта вот она аккуратно вот это вот много здесь присутствующих касается вот и жить стало достаточно интересно как-то достаточно предсказуем и то что сейчас вдруг почему-то там насыпали соли на хвост на время очень понятно вот то есть какая-то начинает себе все от воображения в обществе вот в этом эпизоде лично я не вижу извините какой-то гадство настоящий мелкой и знаешь что в принципе а почему именно вот эта фигура принципе и почему именно в это время чего не года раньше него но поскольку дискуссия принимает совершенно какой-то культурологический такой невъебенный научный градус я отвечу очень коротко и наивно я очень хотел прочитать книгу про курифина и пять лет назад и 10 лет назад и три года назад и когда я брал хотел пушить не получается опять серьезно будет когда я брал интервью у сотен питерских людей но они же все либо дружили с ним либо подавали ему стакан с чаем либо бутылку водки в общем все с ним дружили и каждый третий говорил что я вот собирался написать книгу о курёхине и я просто озверел от всего от этого я очень хотел эту книгу прочитать они мне ее не подарили я бы я подумал идите вы на хуй и сам напишу все а я вот и сегодня с вами пришла что наш британский до про курёхина должно выйти 40 книг это нормально там фотоальбомов большая большая человеческая радость хорошо плохо то что за 15 лет вот в этом магазине я вот вижу продается две книги минимум две книги про сашу башлачева выше за последний год и за 15 лет про курёхина ни одна сука ничего не написала потому что вот это вот одухотворенность питера с которой они сейчас мочат фестиваль тройского степной волк за последние сутки какие-то там нам привезли но это юра тебе потом расскажет вот и это несправедливо это несправедливо что этой книги нет а мне очень хотелось прочитать вопрос совершенно в другом да то что здесь аккуратно по моему и артимий показал что почему-то усердно запихивает курёхина только в поле культуры и вот та дискуссия которая здесь была как раз и показала то что он совсем так то что культуре стало неинтересно то есть он ушел в другие сферы часть политика вот поэтому собственно говоря в этом и был мой вопрос не связано это с какой-то с очень политическими событиями почему-то опять сводишь ответ да у меня вопрос старший тебе вопрос я просто думаю что может быть и останемых будет интересно узнать отбрали ты интервью у олега карабайчука олег карабайчук олег карабайчук есть пока два три человека до которых добраться пока не удалось вот но тут есть сидят мои друзья и московский питерский которые мне помогают и я буду идти этой тяжелой дорогой я просто хочу сказать что вот в питере был один человек вот один единственный который буквально уважал я думаю он многих но вот карабайчука он уважал с большой буквы у и он его боялся единственный человек вообще всех от кого я знал кого курюхин побаивался начале карабайчук это это питерский композитор в основном пишет музыку для кино но не только как ни странно до сих пор жив и в общем то я думаю что имеет смысл с ним поговорить если это вообще удаст сделать поскольку малый малый большие степени заморочены перейдем а второй а что жариков у нас жариков дал гениальное интервью то все в порядке есть ощущение что он говорят долго и боюсь глазить честно поэтому это одно из интервью когда исключено это исключено но теперь не есть еще вопросы кость а ты давай как модератор тебе вот пожалуйста можно спросить вот вы провели аналоги то что ленин был таким не таким курюхи нецом прыгать только того времени соответственно потом курюхи был говорят о 80-90 так интересно что может произойти в нашей стране или в мире что появился новый курюхин или точек и какая должна быть почва для рождения такого нового гения вопрос поскольку я говорил о ленине и курюхина значит дело в чем я чуть-чуть уйду от вопроса потом поймете почему здесь говорилось о том что у вас модернизм который олицетворил курюхин перешел как в другую фазу другую фазу перешел в другую область жития то что называется вот на мой взгляд человек который достаточно много думает курюхин у меня является как раз поводом для раздумий над тем что происходит и происходило интегруей узкие мне музыки так вот на мой взгляд и не только на мой поздмодернизм и так называемые творческой музыки не поддерживал термин сережain экспериментальная потому что на мой взгляд учащие искусство она всегда из капитал творческая мне кажется лучше потому, что есть еще много significant у музыки которая является творчеству и а является ремеслом от Fauna тебе отвлекся ты вот они творческой музыки И постмодернизм Курехиным был исчерпан полностью и окончательно. И после этого в творческой музыке он просто не присутствует. Зато он перешел в другие сферы жизни. И деятельности не только искусства, а вот и Первый канал, и вот политику, и куда угодно он перешел. Курехин, по-видимому, было некое внутреннее предчувствие того, что произошло. Я не был его другом, я с ним был знаком, мы постоянно пересекались за кулисами, так сказать. И в том числе я был свидетелем первой постановки в 85-м году в Москва речи по механике в Москве. Это к вопросу отношений к Москве, по-моему, отношения были в 84-м. В 84-м, да, могу ошибаться. Вполне нормально. Но дело в том, что вот это вот странное состояние Курехина вылилось в его смерть мистическую, окутанную мистическим туманом и мистическими событиями. У меня есть запись радиопрограммы моей, на которую приехал Коля Дмитриев сразу после сорокодневия Курехина, после его смерти. И эта вот мистика даже в течение сорока дней продолжалась. И в сорок дней там происходили события природного характера совершенно невероятные. Я вообще как бы с трудом верю во всякую мистику, я человек совершенно такой материалистический, и то на меня повеяло неким ужасом. Этот ужас продолжался потом. Все об этом знают, наверняка у Александра это написано будет в книге, подробно написано. Вот это вот его веселье, о котором тут много говорилось, оно преобразовалось совершенно непрерывным образом, преобразовалось вот в это вот страшное совершенно состояние, которое есть в преддверии того, в чем мы оказались все. Более того, я подозреваю, что если вот эту мысль воплотить, посмотреть нам всем сверху на те ячейки, в которых мы оказались вдруг, очень неприятная будет картина, и это стошнит. Так вот что нужно для того, чтобы это произошло снова, чтобы появился Курекин, Ленин, Наполеон, я не знаю кто угодно, да, еще раз. И это на самом деле вещи, которые от нас не зависят, они находятся вне нашего общества, они регулируются вот неким состоянием и процессами, которые у нас идут. Сейчас мы находимся на слое с отрицательной производной, это совершенно определенно. И вот когда вот будет некий перелом локальный, тогда появится нечто подобное. Но это общий, конечно, ответ. Это все на самом деле абсолютно две стороны одной медали. Когда мы говорим о веселости, да, вот этом карнавале, который Курекин устраивал, это же не просто ха-ха-хи-хи, да, это всегда вот под этим есть что-то довольно жуткое. Потому что что происходит? Человек просто берет самые разные вещи и пробует их на прочность. А вот вот это, если толкнуть, оно устоит, если упадет, если рассыпется, то грошу цена. Вот это все такой поиск какого-то абсолюта, посредством расхерачивания всего на своем пути. Причем, вот дико веселого расхерачивания всего на своем пути. И конец, как бы то, что было в последнее время, в последние годы жизни, когда он, вот, опять же, никто не мог понять, включая, по-моему, там, Лимонову и Дугина, это все серьезно, или он шутит с ними. Вот, он пришел к совершенно такой уже оккультной новой серьезности. Вот поп-механика для Дугина, 408-я поп-механика, 2418-я, вообще самое страшное, что я в жизни видел. Там ничего веселого вообще нет. Это просто такой мрачный древний ритуал. Вот, вот, как бы он вышел на какие-то энергии, сейчас не будем вот уже заниматься таким мистицизмом прикладным, вот, с которыми уже действительно шутки были плохи. Вот, он логическим образом к этому шел. И когда мы говорим, а вот когда появится новый Курехин или новый Ленин, да, это не то, чтобы, ребята, это не то, чтобы вот так здорово, да, а вот сейчас появится новый Ленин, о, заживем. Вот, это серьезное испытание, помимо всего прочего. Вообще, вот, когда в стране есть человек такого масштаба, такого, ну, как бы, уровня гениальности, это серьезное испытание. Не все его выдерживают. Как бы, поэтому, ну, в общем, тут не все так просто. Вот, чего хочу сказать. Мы готовы финальный сюжет показать. Финальный, он, по-моему, под номером два, там, ни Приков, ни Зюганов, ни... По слову Ленингрид написано. Да, зачем? Зачем, да. Вот, и смотрите, как я говорил, драматургия такая, если у нас сейчас получится, мы увидим довольно относительно, нет, сравнительно спокойный сюжет. Потом, кто очень торопится, они могут делать дела, а вновь будет выступление артистской группы «Аверан», которая сыграет ряд произведений Сергея Анатольевича. Поверьте, это очень залихванский. Субтитры подогнал «Симон» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И если не сложно, может, немножко неожиданно, я бы хотел, Серёж, чтобы ты вышел сюда, Сергей Чубраев, который нашёл все эти редкие фрагменты, они, вот, всё, что вы видите, это всё в первый раз. Серёж, вот можно просто, чтобы тебя люди увидели? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А вот его зовут, вот сейчас, внимание, на дверь, войдёт скромный такой... АПЛОДИСМЕНТЫ Сергей Чубраев, в принципе, характер Курёхина, там, бетон... А, нет, ябро. Хорошая книга. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, итак, Сергей Чубраев из Питера, я даю ему микрофон, похлопайте, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Стараюсь быть правкой, потому что у меня нету таких, к сожалению, биографических фактов в жизни, как у людей, которые только что говорили. Я был немного знаком с Курёхиным, у меня была с ним одна фотосессия, и у нас была общая компания, так скажем, но мы пересекались достаточно редко. Начало всей этой истории лежит 7 лет назад, то есть история по созданию архива Курёхина, и это благодаря, в общем-то, в Москве, куда-нибудь в Москве. Когда я был здесь в гостях, то... А, хорошо. Когда я был здесь в гостях в компании моих друзей-москвичей, то выяснилось, что они не знают, кто такой Курёхин, не знают, что такое Курёхин, не знают, что такое Курёхин. И я приехал в Петербург, решил найти какую-то видеокассету или диск с коп-механикой, и не нашёл этого. И тогда я стал собирать по знакомым какой-то видеоматериал, чтобы его скомпилировать и привезти сюда, показать своим друзьям. И в результате материал стал накапливаться, накапливаться, и вот уже прошло 7 лет, и где-то около 50 часов видео материал, куда входят концерты, куда входят интервью, фортепианы, произведения Курёхина, какая-то личная хроника, общение с Петербургом, с Москвой, с людьми культуры, как художники, музыканты, поэты, писатели, философы и так далее. Также есть пластинки, есть его выступления на радио и так далее. И вот моя большая радость, мы познакомились полтора года назад с Александром Кушнеровым, и он очень сильно меня вдохновил, потому что у меня какой-то был момент, какой-то такой вот тупика, стагнации, потому что не было какого-то реального выхода, и Саша как-то внёс такой вот бурной энергией, темпераментом, и сказал, всё, давай работать, давай вот это делать, я готовлю книгу. И, в общем, с новыми силами как-то я за это взялся. И могу сказать, что благодаря Саше, вот его энергии, за последние полтора года мой архив увеличился просто в два раза. Вот, и постоянно что-то поступает. Вот могу сказать, что накануне приезда в Москву, то есть это было позавчера, я нашёл пять передач с Пурехином, которые, мне кажется, вообще никто не видел. Они теперь будут оцифровываться, обрабатываться, потому что материалы, которые мне поступают, я стараюсь их, то есть не стараюсь, это я делаю на лент-фильме, на профессиональной студии, я их оцифровываю, реставрирую, вытягиваю, что возможно. Вот, в принципе, пока всё. А в итоге это где будет? Сейчас, секунду, секунду, я такой очень интимной темы коснусь. Нельзя сказать, что родственники, сломя голову, бегут помогать в поисках этих материалов Сергею, но, тем не менее, несмотря на уверенное сопротивление, превосходящих сил, материалы эти копятся, посмотрите, как он грустно улыбается, материалы эти копятся, находятся в мусорных ведрах Лейбла, Манчестер, в каких-то невероятных местах, там на НТВ, на Первом канале, в архивах, в архивах гостелерадио. И, в общем, вот эта вся работа по книге, она уже, по-моему, давно стала напоминать такой археологический, даже не знаю, какое слово подобрать. Вот такая команда археологов, и мы надеемся, что удастся воссоздать максимально достоверно. Вот Курехин уже был человек 3D, как минимум. Как минимум. И вот все его ракурсы, и музыкант, и композитор, и режиссёр, и кинокомпозитор, и философ, и провокатор, и библиофил, и семьянин, и так далее, вот при помощи Сергея, вот сейчас какая-то картина, в чем это напоминает реставрацию фресок, честно говоря. И я вот хочу просто низкий поклон Сергею сделать, без него бы ни хер ранее было бы. Спасибо, я закончу ответить на ваш вопрос. Есть несколько линий в этом проекте, то есть мне бы хотелось следовать действительно слово того, что сказал Артём Юкинович, что не хотелось бы создавать какой-то пульт, какой-то иконы. Мне бы хотелось сделать медиатепу. Медиатепу в Петербурге, ну желательно это, конечно, в центре Курехина, который существует, если удастся договориться, где будет грамотно, профессионально скомпонованный материал, то есть там будут концерты, его интервью, будет интервью с людьми, потому что вот я, опять-таки, вдохновлённо работаю Сашей Пушнера, приступил к съёмкам видеоинтервью. Я снимаю тут за ним следом и дублирую, так скажем. Значит, также пластинки, то есть я собираю пластинки. По моим подсчётам, 96 пластинок, кассет и дисков было выпущено Курехином вообще в мире, в принципе, а я собрал 78. Ну, я уверен, что это соберу, в конце концов. И чтобы люди могли прийти, посмотреть, как это выглядит, это тоже послушать. Послушать и посмотреть. И как-то нам надо по шпионски к Каравачуку подобраться. Нужно постеречь Комарова просто, когда он ходит гуляет, и всё. В Олингстоне, по-моему, было его интервью. У меня был раз проскочил фразу, которую я не совсем понял. Если удастся договориться в центре Курехина. Да. Что, будет проблема договориться в центре Курехина и сделать там его медиатеку? Дело в том, что, я надеюсь, что я не открою какой-то большой секрет. Насте Курехину удалось сейчас выбить, ну, не выбить, я не знаю, достать, получить большой грант. И центр Курехина идёт скоро на реконструкцию. Сделан уже проект, согласован. Это на Васильевском, который... Это на Васильевском, да. То есть он будет в два раза больше. И туда музей с наведением Фрейда приезжает, ещё какие-то галереи. Это будет, ну, действительно, центр современного искусства. Ну, это будет три-четыре года, я думаю. И справа это занимать. Поэтому вопрос пока обсуждается. Вот всё, спасибо. Потом у нас последний перерыв, и потом группа «Эвера». Вам огромное спасибо. Спасибо.